Добро пожаловать в Тидерланды. Льет дождь. Холодно. На самом деле не холодно. Лето было очень длинное, а осень теплое. У тебя тут плохо с хитиней. То есть на этот день репорт надо повторить и с хитиней. В пятницу. А, в пятницу? Да. Значит, в пятницу последний день в школу. Из общих планов. Мы с тобой в четверг идем еще раз к Хаус Арксун. Четверг. Да. В пятницу с утра мы с тобой вылетаем в Таллинн и проводим там счастливых три дня. В понедельник утром мы возвращаемся из Талина. В девять мы... Короче, на этой неделе мы уже сильно готовимся к воркшопу «Любаку». И... А еще на той же неделе, как мы возвращаемся, у нас в 15.08. Вебинар с красивым. Угу. А потом мы возвращаемся, мы сразу же уезжаем в Синдфакс. Ееееееееее. Мы где-то отдохнем. Яшу. Чучу-чучу. Чучу-чучу. Вы же мягкие. Кто-то там разрывает пасть льву. Я не поеду, если бы в ветеринаре было бы не хотелось. Здесь нет подвозки в корзону. Я не хочу. Какие вот новости дома 13 километров осталось Зарядки у Теслы Это, конечно, все ни в какие ворота Приехала поставить на зарядку Андрей уехал на работу Дети уехали в школу Младшие Гордей спит Соня, кажется, еще не проснулась Начинаем возвращаться К нормальному режиму На несколько дней А потом, как Андрей, кажется, уже сказал Мы едем через 4 дня в Таллин В Таллин мы едем По факту в командировку Потому что у нас там встреча Фаундеров нашего маленького стартапчика КОНЕЦ КОНЕЦ У меня в комнате Еще не застелена кровать Стоит корзина с грязным бельем Я достала из шкафа Не до конца разобранный рюкзак С которым я вчера ездила И я принесла постиранных вещей КОНЕЦ 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 По верхам быстренько у Киры прибралась Здесь у нее стенд С какими-то ностальгическими игрушками Кровать помогла застелить Потому что она сегодня поздновато встала Опоздала в школу Рабочий стол Цветок я полила И вещи развесила Часть принесла из стирки Часть здесь в комнате нашла И тоже повесила Надо что-то решить с обувью У нее две пары вообще одинаковых Причем мне кажется, ей уже малы В общем, надо Киру посадить И заставить все это примерить И понять, что еще нужно От чего уже можно избавляться По причине изменения размера ноги Так, потом я взяла у Киры Ее урну из комнаты Здесь в ванной Так, я знаю Что некоторых триггерит открытый унитаз В общем, тоже отсюда надо забрать сейчас мусор И вообще пособирать Из разных вот этих наших Маленьких мусорных ведер Мусор И отнести вниз Рассортировать там И уже вынести окончательно Несу еще ничего Я воно Андрей больше любит, когда футболки хранятся вертикально Поэтому его мы складываем Мои, ну, частично Вот так же сложены Частично весят на плечиках Собирала еще грязное белье Сейчас пойду Ставлю стирку Ставлю стирку Разобрала рюкзак, он теперь полностью постой, вытащила из него, ну, собственно, остатки каких-то зарядок, которые я еще вчера не вытащила, Powerbank, он, я всегда проверяю после поездки, был он использован или нет, но храню их в заряженном виде, потому что, если вдруг срочно понадобится, это остатки одежды, которую я с собой брала, там, один комплект белья остался, очки, это, на самом деле, не из поездки, это заказ пришел, попробую какую-то очередную для ресниц и бровей штучку, документы, ну, и, собственно, все, после этого можно идти стирать. Насобирала плечиков целую гору, сейчас, когда сделаю стирку, опять по-новой их буду использовать, чтобы сушить вещи. Такое, примерно, у нас количество буферных, которые не все время используются, а используются скорее, чтобы высушить одежду и донести ее до места. По дороге вниз еще насобирала мусора и насобирала всякое, что нужно постирать. Например, я нашла овощику, с которой я ездила, она испачкалась, тоже надо ее проплоскать, постирать. Как выбрать, что же делать, разобрать мусор или запустить стирку? Как выбрать, что же делать, сначала разобрать мусор или сначала запустить стирку? Я, конечно, выбираю запустить стирку, потому что стирка будет стираться, за это время я могу разобрать мусор. А если наоборот, то стирка будет просто стоять и ждать. Она наполовину сама обрабатывается, поэтому надо эти процессы запускать как можно раньше. С этим я закончила, пойду еще из нижнего туалета уберу мусор. Поехали. Вынесу мусор и заодно несу еще карточки вернуть на место, те, которые я с собой брала, которые постоянно нужны, типа права, банковская, проездной. Единственный мусор, где мы используем пакеты, это компост. Мы используем пакеты такие, которые на основе пакурузного крахмала, они полностью разлагаются. Но все остальное, весь остальной мусор, он довольно чистый. Я, в общем, готова, если надо, трогать его руками. Ну, в общем, но здесь все-таки уж слишком неприятно, особенно если долго не выносить. В общем, сошлись на том, что для компоста все-таки будем использовать пакетики. Ну, а все остальное, ну, просто несешь в ведре, потом ведро несешь обратно. С компостом, в общем, то же самое я все равно ношу в ведре, просто выкидывать не так противно. У нас сегодня окна моют на улице, там впереди тоже видно. Вот программа у меня, стирки занимает час примерно, я на час ставила. И получается, что за 50 минут я довела порядок почти во всех комнатах и вынесла здесь мусор. Мы вновь в комнате по его просьбе сделали такую доску, и он сюда привешивает всякое. Вот с последнего дня рождения тут на кучу языков у него поздравления, открыточки всякие. Ну, например, от времени тут что-то меняет, это вот свежее. Многие, кстати, говорят, что надо запускать обязательно какие-то там бешеные 90-градусные программы, чтобы там в стиралке все отмывалось, не было плесени. Я стираю на 30 градусах почти всегда, и не озабочена совершенно тем, чтобы специально запускать какие-то там отдельные очищающие программы. Но вот у меня, не знаю, все нормально. Никакой плесени нету. Сейчас, а, единственное, что у нас вот есть такой вот след, ой, точек движения, точек движения, я здесь. Единственное, что у нас есть такой вот тут след от, ну, видимо, что-то от ржавчины какой-то, что-то было металлическое и заржавело. В остальном вот за два года, что мы здесь живем, никаких проблем. Ну, здесь у меня тоже, в общем, все более-менее в порядке. Я порошок прямо вот сюда внутрь засыпаю, поэтому не знаю, что тут может пойти не так. Единственное, что если кто-то из гостей стирает, иногда бывает, что они сюда засыпают, но почему-то, не знаю, то ли дело в порошке у нас какой-то суперэкологический, то ли дело в машинке, он реально из этих контейнеров очень плохо растворяется. Субтитры сделал DimaTorzok Я прервалась на рабочий день, а сейчас съездила, сделала закупку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok